Вот ты про Навку как подругу упомянула, а с кем-нибудь из блестящих ты поддерживаешь отношения, с которыми ты зажигала? Я, да, зажигала огни страны. Да, Жень, поддерживаю на самом деле. Дружу с Ксюшей Новиковой, с Надей Ручкой, мы в хороших очень отношениях. Ну, естественно, сейчас все поддерживаем Жану. Да, это ужасная история. Вот ужасная история, что меня поразило, вот злорадство, которое в соцсетях, что многие говорили там, сразу почему-то вспоминали деньги, и вот этот аспект совершенно меня как-то потряс. Это неожиданно было. Это настолько страшно, что у нас люди так относятся к горе у другого человека. Ведь Жанна, она такой же человек, как и все абсолютно. Она тоже болеет. Она лучше большинства. Она лучше большинства, ты правильно сказал. И когда люди, сколько она людям вообще помогла в своей жизни, насколько она добрейший и какой-то, знаешь, правильно живущий человек. То есть она живет каким-то правильным каноном. Не обижай, не завидуй, да, но все вот эти вот известные каноны добра, которые, наверное, всем нам стоит жить, особенно тем, кто пишет вот эти гадости в интернете, им стоит задуматься и, наверное, поменяться немножко в отношении к другим людям. Конечно, это страшно, я тебе хочу сказать, но я надеюсь, что сейчас вроде идут улучшения. Я надеюсь, что все обойдется. А ты узнала об этом, когда узнали все, то есть когда это в прессу проникло, или ты знала раньше? Нет, Жень, мы все, ну, многие знали это практически сразу, как она узнала, и близкие люди, конечно, знали, но у нас была между собой договоренность у всех артистов, кто знал, что мы это не обсуждаем и никому об этом не рассказываем. Долго нам удалось полгода хранить эту тайну, но все равно наша... Кто-то прокололся. Желтая пресса, да. Она все равно, как говорится, разнюхала все. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.